МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа события недели. С последними новостями города вас познакомлю я, Ксения Комогорцева. В этом выпуске вы увидите. Новости полиции. Антиалкогольные лекции Виктора Кривоногова. Зимний сад. Сдача дома. День открытых дверей в техникуме. Дома в парке. Проблемы и решения. Мусорная тема. Танец – это жизнь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правительством Республики Бурятия проводятся переговоры с компанией Ангара о возобновлении авиасообщения между Нижнеангарском и Улан-Удэ. Ориентировочная стоимость билета составляет 6 тысяч рублей. Будет составлять 6 тысяч рублей. Значит, дни полетов, вернее, дни вылетов из Улан-Удэ в Нижнеангарск как-то в понедельник, среда, пятница. После процедуры завершения всех проведения конкурсов, я думаю, что к концу мая данная услуга авиакомпании Ангара для жителей наших северных территорий будет осуществляться. Значит, на сегодняшний день республиканская служба по тарифам проверяет эту стоимость в 6 тысяч рублей. Если она окажется ниже, значит, будет ниже. Но я не думаю, что она окажется ниже. Скорее всего, 6 тысяч рублей будет стоить авиабилет. И три раза в неделю. Иркутские рейсы также сохранятся по среднам и субботам. В городское управление образования поступили детские путевки в Анапу. Об этом на планерном совещании сообщила Галина Петровна Платонова. Нам поступило 30 путевок в Анапу для детей от 11 до 15 лет. Заезд со 2 июня на 21 день. Сама путевка стоит 26 тысяч. Но из республиканского бюджета компенсирует и получается родительская плата всего 12 тысяч. Плюс дорога. С нашей группой выезжают 20 ребятишек из Севербайкальского района. Мы написали письмо, чтобы нам выделили вагон на 50 ребятишек. Все документы, которые необходимы на сопровождение, эти документы мы оформляем. И те, кто желают родителей направить своих детей, обращаться в управление образованием или по телефону информацию 2-36-9 могут получить. Десять дней назад в Севербайкальском районе неизвестными был совершен угон машины. Подробности в нашем сюжете. 2 апреля 2017 года между муниципальным отделом МВД России Севербайкальский поступило сообщение об угоне автомашины Toyota Caldino от КПП ПМС-33 в поселке Кичара. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался житель города Севербайкальска, ранее не судимый. Данный молодой человек являлся бывшим собственником данной автомашины, имел запасной комплект ключей, брелок сигнализации, воспользовался этим и совершил угон. В настоящее время местонахождение похищенного автотранспорта не установлено. Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению данной автомашины. Многих севербайкальцев интересует вопрос, что за строение воздвигнуто на городском пляже. Как нам удалось выяснить, следующей зимой в этом месте будет оборудован каток, а данное помещение будет использоваться в качестве пункта обогрева. Летом здесь планируют сохранить различный инвентарь для благоустройства пляжа и отдыха горожан. На прошлой неделе в нашем городе провел ряд встреч и семинаров Виктор Кривоногов, вице-президент общественной организации Международной академии трезвости. Профессор Красноярского Сибирского федерального университета Виктор Кривоногов ведет свою активную деятельность, направленную против алкоголизации населения. С таким визитом он прибыл в наш город по приглашению членов и председателе общественной организации «Трезвый Северобайкальск» Ивана Воробьева. Мероприятие у нас направлено на две цели. Существует две главные причины, почему люди пьют. И все наши мероприятия направлены как раз-таки на вот эти две главные причины. Первая причина – это, так скажем, трезвые установки. То есть нам нужно разрушить эту теорию культурного питья, которая в головах, мы их всегда, теорию, которая заставляет людей отравлять себя по праздникам в малых либо средних дозах. И второй блок мероприятий направлен на уменьшение доступности. Вот основные две главные причины, по которым люди пьют, по этим причинам мы работаем. Здесь и уроки трезвости, уроки здоровья и сбережения в школах, здесь и массовые акции, соцопросы, ну и, конечно же, здесь законодательная инициатива по увеличению прилегающих территорий, по общественному контролю, по продаже в ночное время, в совершеннолетнем. То есть идет такая масштабная работа. Да, призываю всех неравнодушных присоединяться к этой работе. Работа творческая, интересная. Вместе мы сможем сделать это быстрее. Проводя свои лекции, как для школьников, так и для педагогов, профессор Кривоногов очень доступно рассказывал о вреде алкоголя, последствиях алкоголизма, рассматривались причины алкогольной зависимости, а также о сабриологии, науке трезвости. Она и рассказывает о законах, как преодолеть эту беду, как прекратить алкогольный геноцид, как от политики спаивания перейти к политике отрезвления. Это точно такая же наука, как математика, физика, химия. Кто-то может соглашаться или не соглашаться с законами, например, физики, но они все равно работают. Так и в науке сабриологии. Для того, чтобы отрезвить страну, надо не бороться с пьянцем, не бороться с алкоголизмом, как нас призывают, надо утверждать трезвость. А это совсем другое направление. Часто пьянство алкоголизму противоставляет культурное умеренное потребление алкоголя, которое якобы является идеалом и противостоит алкоголизму. Но, согласно науке сабриологии, как раз культурное умеренное потребление это есть источник пьянства алкоголизма, а противостоит этой проблеме нормальная естественная трезвость. Некоторые даже боятся этого слова, считают, что трезвенники – это то ли сектанты, то ли экстремисты, то ли вообще больные люди. На самом деле трезвость – это нормальное, естественное состояние любого человека. Вспомните, мы все в детстве были трезвенниками, вполне нормальными детьми. И наши праздники в детстве, и разные мероприятия проходили без алкоголя, и он не требовался. Своими лекциями профессор стремится обратить внимание взрослых и подростков на эту проблему. А также на проблему подросткового алкоголизма, который в наше время принимает уже угрожающие масштабы. В республике продолжает действовать особый противопожарный режим, который запрещает как разведение костров, так и выход в лес. За нарушение особого противопожарного режима предусмотрена ответственность Кодексом административных правонарушений статья 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», а также уголовная ответственность по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации, где санкции данной статьи предусматривают максимальный размер наказания до 10 лет лишения свободы. В текущем году по данной статье было возбуждено одно уголовное дело, которое в настоящее время находится в производстве. В прошлую пятницу в нашем городе был сдан еще один дом по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Лариса Зеленовская подробнее. Ключи от новых квартир получили более 30 семей. Этих людей объединяло одно – чувство радости. Разделить этот момент с новоселами пришли их близкие, родные, друзья, а также поздравить жителей с новосельем пришли и официальные лица администрации города. Кроме поздравлений Олег Федорович Усынин, председатель Городского совета депутатов, довел до сведения жильцов, что одним из условий получения договора социального найма является отсутствие задолженности за коммунальные услуги по-прежнему месту жительства. Новоселы томятся в приятном ожидании. Волнение охватывает всех, ведь через несколько минут они зайдут в свою новенькую с чистовой отделкой, пластиковыми окнами и входными металлическими дверями квартиры. Будет квартира хорошая, большая, светлая, куютненькая. Многие из новоселов собираются, не откладывая в долгий ящик, переселиться в новый дом. Два года я ждала этого переселения. Наконец-то свершилось. 7 апреля – это шестственный день в жизни. Что хочу сказать. Ну, квартиры хорошие, двухкомнатные. Ванна сто лет, правда, в месяц. Все уже хожу, думаю, что здесь купить, какие обои поклеить. Поздравляю всех своих соседей с переселением. Желаю всем здоровья, удачи, чтобы побыстрее переселились, перезнакомились друг с другом. И дальше будем жить друг с другом. Зимний сад – украшение и гордость Дворца культуры «Железнодорожник». Созданный в 1989 году, он продолжает свою работу. За это время здесь побывали тысячи людей. Об уникальном кусочке природы в условиях каменных стен расскажем в нашем сюжете. Единственный в своем роде севербайкальский зимний сад в этом году отметит свое 28-летие. Когда-то все растения были привезены из Новосибирского ботанического сада. Площадь, на которой они растут, составляет 275 квадратных метров. В 2016 году здесь был проведен целый комплекс мероприятий по омолаживанию и обрезке сильно растущих деревьев, обработке растений, удобрений почвы. Сегодня зимний сад ждет гостей и жителей города. На сегодняшний день зимний сад переживает свое обновление. Он живет, цветет, дышит и пахнет. Если вы хотите прийти и почувствовать запах тропиков, то, пожалуйста, приходите, более того, с детьми, со свадьбами, на авторскую и семейную съемку. И вы почувствуете, что в нашем северном маленьком городе есть кусочек тепла, кусочек тропиков, который согреет вас даже в самые лютые морозы. Поэтому я думаю, что дело чести для каждого северобайкальца побывать в зимнем саду и бывать там постоянно, потому что это некая отдушина для наших глаз, для нашей души, для нашего северного сердца. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят – крылатая фраза, которой наш город, увы, соответствует не всегда. Тема следующего сюжета не нова, но по-прежнему актуальна. Если однажды вам пришлось выехать за пределы нашей родины, вы обязательно обратили внимание, что там чистота и красота. Даже за выброшенный на землю окурок там вас могут привлечь к ответственности за нарушение общественного порядка, наложить административное взыскание и даже арестовать на несколько суток. И почему же жители нашего города удивляются? Почему на наших улицах и во дворах так грязно? Очень грязно. Куда ни кинься, везде мусор. От чего это за весны? Людей, которые недобросовестно выбрасывают, во-первых, во-вторых, не убирают вовремя мусор. Мусор растаскивают собаки, ветер, кругом грязь. Хотелось бы? Хотелось бы чистоты, чтобы выйти и дышать свежим воздухом, а не смотреть, как все это гниет весной. И растаскивается, и где дети гуляют. Пакеты, бутылки, тряпки, обрывки, ошметки – мы сами бросали это себе под ноги, прошедшей зимой, рассчитывая на то, что снег все прикроет. Неужели нам приятно жить в таком городе, обходя мусорные баки стороной, чтобы даже краем глаза не увидеть, что там творится? Вот скажите, пожалуйста, чисто ли у нас в городе? Ну, я бы не сказала, что чисто. От чего это зависит? Ну, от нас людей зависит все это. Такие мы есть. Конечно, большей частью. Службы, которые занимаются уборкой территории, они же не могут все. Они убрали, отвернулись, человек пришел и бросил. Молодежь, особенно, из-под пива вот эту посуду все бросают. Ну, вот такие мои наблюдения. А мы за мусор платим, так рассуждает немалая часть горожан города. И несут к мусорным бакам двери, диваны, столы, оконные рамы, все, что стало ненужным, хотя крупногабаритный мусор вообще-то положено вывозить самим. Для этого у нас существует полигон твердых бытовых отходов. Знаете, в центре – да, а вот бывает, как говорится, свернешь с основной улицы, и неприятные такие особенности, что и бумажки, и бутылки пластиковые валяются. Конечно, понятно, и ветер выдувает, но вот хотелось бы обратить внимание, чтобы наши службы, которые убирают, не только на центральных улицах наводили порядок и чистоту. А от кого это в первую очередь зависит? Ну, конечно, от нас, от жителей, потому что, когда идешь и смотришь, что выкидывают мимо по возможности, сам пытаешься показать пример и людям делаешь замечания. Но молодежь сейчас у нас как бы активно проявляет такую позицию, тоже стараются выкидывать, нести до урны. А своими силами мы можем как-то устранить? Жители могут как-то? Конечно, в первую очередь, наверное, начиная со своего двора, с подъезда, наводя чистоту, постепенно люди будут присоединяться и наводить порядок, стараться поддерживать их. Наш город привлекает внимание не только своих жителей, но и туристов, которые осознанно выбирают это место для своего отдыха. Надо просто следить за собой на Байкале, посмотрите, что делается. Как будто последний день мы живем, да? Приехали, отдохнули, загадили, сели и поехали. А кто убирать-то будет? Все зависит от нас. Чистота города зависит полностью от жителей нашего города. Хотя город у нас отличный. Наша съемочная группа побывала на одной вот такой площадке. Вернее, она была таковой, пока ее не завалили огромными кучами снега и мусора. А хозяева близлежащих домов уже несут сюда и везут все, что не пригодится больше в хозяйстве. Привез и выкинул один, завтра еще один. И вот она, свалка в черте города. Обращаюсь в первую очередь к руководству города и потом уже ко всем, кто живет в нашем замечательном городе. Существует огромная проблема по чистоте в нашем городе. Но всего в этом году, 2017 год признан годом экологии. Живем в уникальном месте на берегу озера Байкал. Все, что творится у меня за спиной, вот эти замечательные снежные и грязные кучи организованы с разрешения руководителей нашего города. Хотелось бы узнать и услышать ответ от руководства нашего города, кто санкционировал на территории города эту свалку, которая из свалки снега превратилась в свалку мусора. Совсем скоро, в ближайших выпусках, наша съемочная группа обратится за комментариями по этой ситуации к причастным лицам. 2017 год объявлен годом экологии. Если северобайкальцам не безразлично то место, где они живут, нужно проявить свою гражданскую позицию, а не требовать от властей убирать то, что мы сами захламили. И отдельно хочу обратиться к жителям города. Впереди весна, наведение порядка на придомовых территориях, огородах и дачах. Тот тариф, который сегодня заложен на вывоз бытовых отходов, не включает в себя вызов вывоз холодильников, диванов, заборов и всего больше прочего бытового мусора, который пришел в негодность. Прежде чем что-то выкинуть, подумайте, кто будет за вами убирать. Чисто должно быть в нашем городе, но это наша общая задача. Всем большое спасибо. Этот город – наш общий дом, и наша с вами задача – сделать все максимально от нас зависящее. Нам нужен чистый воздух и чистый город. Я танцевать хочу. По таким названиям 8 апреля состоялся концерт хореографического отделения детской школы искусств и образцового ансамбля «Цветы Байкала». На мероприятии была и наша съемочная группа. Достойный уровень подготовки участников концерта уже в который раз показала детская школа искусств «Северо-Байкальска». На нашем отделении занимаются четыре преподавателя. Молодые преподаватели, которые закончили нашу школу. Оксана Борисовна закончила нашу школу. Сейчас у нее очень хорошие, интересные номера поставлены на этом концерте. Даже сама выступала с детьми. Дети, занимающиеся в этой школе и их педагоги, постарались показать все то, чему они научились. Научились за прошедший год. Интересно работать с детьми разного возраста. Как с малышами, так и со старшими. Со старшими у них проявляется интерес более к современному танцу, какие-то свои видения, новые движения. С малышами те впитывают в себя все, что им покажешь, все, что для них преподнесешь. Поэтому интересно работать со всеми детьми. Многие коллективы этой школы достигли высокого исполнительского уровня. И заканчивается учебный год у нас в этом году. У нас в этом году выпускается 14 человек. На следующий год уже будет побольше детей выпускаться, потому что классы у нас большие. И мы стараемся набирать сейчас больше детей. У нас достаточно аккомпаниаторов, преподавателей в школе. Поэтому стараемся завлекать наших детей, чтобы они красиво умели танцевать. И на пуантах, и в туфельках, и в современной танце и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok хореографического отделения. Хореография вообще школы искусств в первые несколько лет. Это что-то вот. Им нравится сюда ходить. Они ходят сюда прежде всего поиграть. Поэтому в этом возрасте более такие игровые танцы мы ставим. Вот на концерте это было видно. Им надо, чтобы соблюдался какой-то сюжет. Они немножечко, так может быть грубо будет сказано, бесятся. Шауны они своего рода. И они приходят сюда с интересом. И родители заинтересованы. Потому что детям нравится посещать в школе искусств. Бурные аплодисменты зрителей, искренние поздравления, крики браво, счастливые детские лица – такой была атмосфера всего праздника. Мы ждем наших деток, приглашаем всех родителей, бабушек, чтобы приводили к нам, на наше отделение. Многие горожане, которые ждут переселения, задаются вопросом, когда будут сдаваться дома, расположенные на территории парка. О сроках сдачи и проблемах расскажем в нашем сюжете. Семь домов, которые построены в зоне парка, практически готовы к сдаче. Завершены и отделочные работы. Но есть одна проблема – еще не готовы к коммуникации. Наконец-то наши сети тепловые и сети водоотведения подошли к 27 дому. Поэтому сейчас дом 27, который от ГУВД первый дом. Значит, мы сейчас делаем врезку, будем его подключать и на следующем деле запускать. Все остальные дома стоят пока без сетей водоотведения. Именно по этой причине их невозможно сдать в эксплуатацию. Всего в парке планируется к сдаче 7 домов с общим количеством более 200 квартир. Примерный срок заселения – мая этого года. День открытых дверей состоялся в Бурятском многопрофильном техникуме инновационных технологий. Подробности в нашем сюжете. Для того, чтобы верно и правильно выбрать образовательное учреждение для получения дальнейшего образования, выпускникам школ важно увидеть все достоинства того или иного учебного заведения. Такую возможность им предоставил Бурятский республиканский техникум инновационных технологий. Мероприятие началось с яркой и насыщенной презентации о техникуме. С приветственным словом к, возможно, будущим абитуриентам обращался Андрей Михалев. Наше учебное заведение является одним из самых лучших учебных заведений Республики Бурятия. Мы занимаем постоянно призовые первые, вторые, третьи места в рейтинге среди образовательных учреждений среднего профессионального образования Республики Бурятия. Что хочу вам пожелать? У вас впереди предстоит сделать, те, кто решится, первый самостоятельный шаг в жизни. Вы можете стать студентами. У вас два шанса стать студентами. Это после окончания 11 класса, и вот есть сейчас шанс стать студентами после 9 класса. После завершения презентации ученики отправились на экскурсию по техникуму. Преподаватели и мастера производственного обучения знакомили ребят с кабинетами и с производственными мастерскими. Второй год подряд у нас введен в эксплуатацию многофункциональный полигон, который специализируется на сварочных работах и на техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. В данном случае мы сейчас находимся в сварочной мастерской, в сварочном учебном цехе. Здесь порядка 15 рабочих мест для наших студентов, где ребята учатся, обучаются сварочному производству. По окончании обучения каждый из ребят получает разряд газоэлектросварщика. У нас проходят конкурсы профессионального мастерства по сварке по другим профессиям и специальностям. По результатам конкурса профессионального мастерства наши ребята по специальности сварочное производство, по профессии повар-кондитер участвуют в региональном чемпионате WorldSkills по рабочим профессиям. Второй год подряд наши ребята ездят по двум направлениям, но по крайней мере по компетенции повар-кондитер наша студентка второй год подряд получает медаль за профессионализм. После завершения экскурсии многие старшеклассники отметили, что такие вот дни открытых дверей очень помогают им определиться в выборе дальнейшей профессии. Это были все новости. Удачной вам недели. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте быстренько садитесь. Ну все, счастливо. Еще раз с днем рождения. Мам, мы полетели. Сынок, может, останетесь? Ты же выпил. Ой, да ладно, пара бокалов вина, мам. Ничего страшного. Все, счастливо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова